Я, честно говоря, не вижу пока перспектив вооруженного конфликта с Турцией, но вообще мы, конечно, идем к нему очень быстро. То есть на следующей неделе должны быть опубликованы новые санкции России в отношении Турции. Путин вчера на пресс-конференции высказывался в отношении Турции совсем по-хамски. Если честно говоря, даже для него это было очень, выбивалось из общей струи. То есть он откровенно провоцирует Турок на конфликт, я не знаю почему. Хотя, в общем-то, рациональное объяснение этому есть для российского руководства. Сейчас небольшая война где-то там на периферии, очень даже неплоха, потому что положение дел в экономике ужасное. И, в общем-то, как напрашивается выход из этой ситуации только один. То есть маленькая война, даже не обязательно победоносная. Главное, чтобы в телевизоре потом сказали, что мы победили. Нация сплотится вокруг лидера, это вполне естественная ситуация. Коней на переправе не меняет и так далее. И все эти трудности нынешние можно очень легко объяснить военной обстановкой. И вообще вся цепь тех конфликтов, которые сейчас вокруг России создаются, она, в общем-то, имеет вот такую логику. То есть у нас внутри очень много проблем, и, судя по всему, эти проблемы, в общем-то, уже неразрешимы обычным путем. И поэтому руководство решает проблему за счет маленьких конфликтов. А можно ли говорить о конфликте с Турцией или лучше говорить о конфликте со страной НАТО? Ну, НАТО вообще, судя по всему, если оно захочет вступить в войну, оно в нее вступит, вне зависимости от того, будем ли мы с Турцией. Не спрашивай, а оно обязано? То есть надо же, по-моему, обязано помогать? Нет, вот даже нынешний конфликт, они ведь очень аккуратно обошли эту ситуацию каким образом? Они сказали, что турки сбили наш самолет, поэтому инициативу в этом конфликте проявили они. Не важно, что русские там повели себя как-то неправильно, там залетели на 30 метров на турецкую территорию. И поэтому, раз Турция инициатор этого конфликта, то, извините, НАТО здесь ни при чем. То есть они эту вещь обошли очень так лихо, развели руками и сказали, ну это же вы начали, вы и разбирайтесь. Та же самая история происходит и сейчас. То есть если турки в конечном итоге создадут повод для какой-то небольшой войны, то НАТО, если оно не захочет вступить в войну, оно разведет руками и скажет, что извините, но это турки начали. Мы их поддерживаем, мы их морально там, ну разбирайтесь сами.